Глубоко уважаемые модераторы, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию наше сообщение, посвященное среду активным операциям при раке яичника в третьей ЦЭС стадии. Актуальность проблемы рака яичника хорошо известна в данной аудитории, поэтому, наверное, нет смысла повторять то, что это заболевание имеет и высокие цифры заболеваемости, смертности, и третьи цифры специализированного лечения, да и выявляется данное заболевание, как правило, на третьей ЦЭС, четвертой стадии заболевания. До 2016 года в нашем лечебном учреждении преимущественной доктриной лечения рака яичников в третьей ЦЭС стадии являлась интервальная суоптимальная ЦЭС редукция. Однако, проанализировав наши результаты и, собственно говоря, убедившись в том, что они не вовлетворительной плане лечения, а также проанализировав литературные источники, мы все-таки решили изменить нашу тенденцию и изменить... Так лучше? Я прошу прощения. И изменить наши подходы к лечению рака яичника. Кроме того, достаточно неизгладимое впечатление произвело на нас лекция Сергея Сествича Туляндина «Одо хирургии устами химиотерапевта». На данном слайде представлен основной дизайн исследования. Введены две группы. Группа клинического исследования количеством 53 пациентки. Период работы охватывает до 2016 года, до 2013 года, где выполнялась интервальная суоптимальная циторедукция. Три курса предоперационной химиотерапии. Экстерпация матки с придатками, аминтектомия при низкодифференцированных опухолях, повздушная парартальная лимфодисекция и далее три курса послеоперационной химиотерапии. И основная группа пациентов – это те пациенты, где выполнялись мультиорганные резекции органов брюшной полости. Основная группа 1 количеством 20 пациентов выполнялась полная интервальная циторедукция. И основная группа 2 – это те пациенты, где выполнялась полная циторедукция в сочетании с хайпэком и далее проведение шести курсов послеоперационной химиотерапии. Распределение пациентов в основной группе по подгруппам 1 и 2 выполнялось путем вычисления индекса перитениального канцерматоза. С этой целью использовался как ляпароскопия, так и компьютерная томография. При индексе перитениального канцерматоза более 14, при тотальном висцеральном канцерматозе пациентам выполняли интервальную полную циторедукцию. И при индексе перитениального канцерматоза менее 14 пациентам проводилась изначально первичная мультиорганная резекция органов брюшной полости, затем в сочетании с хайпэком, затем проведение адевантной химиотерапии. На данном слайде представлен основной спектр оперативных вмешательств. Как вы видите, в основной группе 1 и основной группе 2 он примерно одинаков. То есть выполнялась перитономектомия, низкая, ультранизкая, передняя резекция прямой кишки, ободочной кишки, тонкой кишки, мочевого пузыря, мочеточника с пленектомией, аппендектомией, резекцией диафрагмы печени. Отличие основной группы 1 и основной группы 2 то, что при первичной циторедукции данные оперативные объемы приходилось выполнять в большем проценте случаев. При анализе распределения пациентов по объему циторедукции по полноценности в основной группе 1 17 пациентам выполнена полная циторедукция, оптимальная 3. И в основной группе 2 всем пациентам выполнена полная циторедукция. По продолжительности операции, по индексу перитониального консерматоза, по затратам на послеоперационный койко-день, да и по количеству послеоперационных осложнений 3-5 степени, а также наличие одного случая летального исхода приходилось на результаты лечения пациенток с первичной циторедукцией. Далее следует результаты лечения пациенток основной группы 1, то есть интервальная полная циторедукция и наиболее низкие показатели продолжительности операции, индексы перитониального консерматоза, да и послеоперационный койко-день приходился на группу пациенток с выполнением интервальной с оптимальной циторедукции. При подсчете безрецидивной одногодичной выживаемости, поскольку я повторюсь, что исследование мы начали недавно, в течение около чуть больше года, с 2016-2018 год, мы не обнаружили данных за развитие рецидива заболевания у лиц, входящих в группу с первичной циторедукцией. При интервальной циторедукции в первый год наблюдения выявлено 22% рецидива и при анализе группы клинического сравнения в первый год наблюдения мы обнаружили порядка 58% рецидива. Мы понимаем, что достаточно небольшое количество пациентов, которое включено в наше исследование, пока, наверное, не способствует каким-то либо выводам, но тем не менее мы хотели бы сделать некоторые заключения по нашей работе, то, что индекс спиридамиального консервматоза является, с нашей точки зрения, важным показателем, определяющим лечебную тактику и прогноз развития заболевания. При выполнении с оптимальной циторедукции достоверно увеличивается процент рецидива заболевания и, наоборот, при полной или оптимальной циторедукции снижается уровень рецидива. Действительно, процент послеоперационных осложнений койко-день в случае летальности достоверно увеличивается при выполнении первичной циторедукции. Но именно и в этой группе мы обнаружили минимальный процент рецидива, точнее на первый год наблюдения мы его не обнаружили. Безусловно, лечение рака яичников должно выполняться мультисплинарной командой под руководством онкогинеколога. Мы продолжаем набор пациентов наше исследование и надеемся вам предоставить наши последующие результаты. Благодарю вас за внимание.